Всем привет, друзья! Дэйвенпорт, Флорида, США вещает. Я делаю open house в этом прекрасном доме и в ожидании своих гостей, потенциальных покупателей. Вот хочу вам показать его, собственно, этот дом в таком шикарном районе. И в чем класс? 20 минут от Диснея, и поэтому это прекрасный вариант для сдачи в аренду. Здесь в комплексе детские площадки, волейбольное поле, баскетбольное. Бассейна, правда, нет, но у вас есть свой личный бассейн, поэтому, собственно, общий вам как таковой и не нужен. Здесь интересный заезд, и гараж получается такой буквой Г к дому. И за счет этого у гаража есть хорошие окна, он светлый, и дом очень красиво, выгодно смотрится в этом плане. В доме шесть, спален, но считается, что четыре, потому что две из них не содержат шкафа, поэтому они считаются не спальнями. Значит, здесь под сеткой вот такой вход небольшой, спорчем. Здесь розетки есть. Дому 20 лет, но он полностью обновлен, и он идет в комплекте с мебелью. Сейчас вам сверху все владения покажу. Так будет понятнее. Здесь такой балкон, как в церквях читать проповеди. Сразу у вас water view на ваш бассейн. Это living room, высокий потолок. Сейчас все подробно посмотрим. Кухонная зона. И здесь, собственно, холл, куда мы вошли, с вот этим верхним светом. Очень нарядно и светло из-за этого смотрится. Здесь поменены полы, поменена кухня. Все очень в современном виде, как вот на данный день все строят. Высокие кухонные кабинеты, фартук. Здесь вся техника Samsung. Кухня очень просторная. Вообще дом, собственно, очень просторный. И, значит, здесь посудомойка, стандартный набор. Двойной большой холодильник книжкой. Здесь лед и холодная вода. Так как дом сдается в аренду, он полностью, помимо мебели, снабжен всем необходимым для жилья, всей посудой, кастрюлями, всем, чем только ни попадя. Здесь так называемая Lazy Lucy, по-моему, или как ее называют правильно, Lazy Susie, ленивая Сьюзи. В доме очень много окон. Дом очень светлый. И, повторюсь, просторный. Очень так продуманно сделана лестница. Значит, здесь шкаф для сухих продуктов встроенный. И здесь акцентная стенка с телевизором. И встроенный здесь электрический камин. Так, вот вид отсюда на кухню. Большой айленд, очень просторный. И диванная зона в углу. Здесь водоотталкивающий ламинат. Опять же, в последних трендах. Все такое в серых цветах светлых. И здесь выход на бассейн. Не пугайтесь, чтобы сдавать, точнее, дом в аренду, нужно ставить вот такие вот пищалки для детей. И при открытии двери люди будут знать, что их ребенок идет на бассейн. Отключаем и идем. Должна быть установлена такая система для безопасности. Либо должен быть такой забор установлен. Дверь сеткой от комаров. И сетка над двором, над бассейном. Что защищает от комаров вечером. Бассейн достаточно большой. Правда, без зоны джакузи. Но, тем не менее, размеры его достаточно впечатляют. Здесь вся эта мебель, повторюсь, она остается. И от соседей вот такой вот правят затуманенные вот эти панели. Здесь тоже еще одна зона сидячая. Гриль. Здесь бы единственное, я вот эти панели убрал. Потому что там большой куст. К соседям дом далеко. И куст прекрасно и так все загораживает. Но, тем не менее, пока что эти панели здесь есть. Так, возвращаемся в дом. И первое, что мы посмотрим. Какой большой плюс этого дома. Что здесь есть мастер-бедрум на первом этаже. Что для двухэтажных домов достаточно редко. В основном они все спальни сосредоточены на втором этаже. Но вот для первого этажа, когда люди в возрасте. Большой плюс иметь такого рода спальню именно здесь. Она примыкает к своей ванне. Как классическая мастер-бедрум. С двумя раковинами. С большой ванной. Здесь большое свое окно. И очень красиво сделана плитка в душевой. Отдельная комната для унитаза. Шкаф для белья. И здесь, опять же, большой плюс к простору этого дома. Вот такая вот вместительная большая гардеробная. Значит, возвращаемся к входной зоне. Здесь за красивой сдвижной дверью нас встречает, в данном случае, по мебели судя, столовая зона. Такая formal dining room. Но это как раз таки о чем я говорил. Что здесь две комнаты, которые не идут в счет спален. Ее можно организовать как кабинет. Или, опять же, спальню. Почему бы нет? Здесь большое окно. Вот такая вот ниша. И такого же рода еще одна комната, которая не считается за спальню, нас встречает слева. Она более просторная. Здесь она оборудована под вторую living room. Здесь нет шкафа, поэтому она не считается за спальню. Но здесь очень много места, чтобы поставить большой шкаф, большую кровать. И организовать как даже шестую спальню. Очень классно продумано, что соседские окна, они все к вам не смотрят. Возвращаемся в холл. И здесь проход в гараж, который совмещен с ландрием. У меня всегда очень смешат эти надписи ландри, чтобы ты не забыл, где ты есть. Здесь очень милая деталь, еще сделана на самих машинках. Написано, постирай сегодня или будешь голый завтра. Классно сделаны полки. И здесь, что очень классно, сразу возле входа у вас туалет. То есть здесь три с половиной ванны. И вот половинка, это как раз таки считается вот такой туалет. Почему-то здесь надпись Man Cave, то есть такая мужская берлога, но не знаю. Здесь необычно для Америки вот такая раковина. То есть без шкафчика внизу, а вот на такой ножке. Так по-европейски смотрится. Из ландри здесь проход в гараж, а из гаража проход в ландри и в дом. И, как мы видели снаружи, в гараже два окна. Что редко для гаражей, обычно они темные, страшные. Либо делают какие-то маленькие окошки непосредственно в воротах. Но вот здесь классное решение, именно большие два окна. На две машины гараж. Здесь телажи со всякими штуками для бассейна. Повторюсь, этот дом сдается активно в аренду. Поэтому все это, конечно, нужно. Еще и холодильник, и дополнительные микроволновки. Так, мы вернулись ко входу дома. И еще раз отметим, что здесь он очень хорошо сделан. Лестница не давит на вас. Вы никуда сразу не упирайтесь. У вас идет простор. И все эти комнаты вправо и влево. И здесь еще шкафчик для вещей, для обуви. Но пойдемте уже смотреть второй этаж. Собственно, там нас ждут еще три спальни и две ванные комнаты. Лестница очень комфортная на два пролета. И здесь, на втором этаже, сразу нас встречает большая ванна со своим окном. Здесь, опять же, все отделано под современный стиль. Большая ванна, плитка. Все в последних трендах. Зеркало в рамке, как сейчас, опять же, любят. Гранитные все столешницы по всему дому. Значит, здесь у нас идут спальни друг за другом. Шкафчик для хранения. И первая из спален имеет множество окон. Это над гаражом окна. Спальня имеет свой шкаф. И что классно соседей в этой стороне, вам видно только их крышу. Никаких окон. Вторая спальня на втором этаже. Здесь кровать КИН. Тоже свое окно. И шкаф. И вот эта часть использована тоже хорошо, не потеряна под некий такой кабинет. Опять же, здесь и тренажер можно поставить, и какие-то детские причиндалы, и что угодно. Последняя спальня нас ждет за той дверью. А вот эта дверь, как раз таки, вот я всегда показываю, как классно можно сделать кондиционеры. То есть, шумный блок спрятан за глухой дверью. Соответственно, тише все это работает. А часть, которая забирает воздух и где менять фильтр, она открытая под сеткой здесь. Так, посмотрим последнюю спальню. Здесь одно окно. Свой шкаф. Шкафы, правда, небольшие в этих спальнях. То есть, они не входные. Прямо уж так скажем. Но, нет, как бы можно, конечно, войти. Но это не такого рода, как вот именно walk-in closet. То есть, это такой просторный, можно сказать, шкаф. И своя ванна здесь с одной раковиной и с большой ванной. С большим окном. Очень светло. Ну что, друзья, вот такой обзор дома. И расскажу немножко по цифрам. Оставайтесь со мной тем, кому это интересно. Значит, дом построен в 2000 году. Здесь общая площадь 260 квадратных метров. Это вот с гаражом. А площадь, которая под кондиционированием, то есть жилая, 221 квадратный метр. Здесь участок достаточно большой. То есть, больше, чем у соседей. Потому что здесь угловой лот. И здесь 0,13 акра. Дальше. Здесь по оплатам ежемесячным получается в районе 166 в месяц H-UA плата. И по общим примерно платежу в месяц, если mortgage брать с 20% взносом, то примерно, вот включая примерно такси, вот H-UA, интерес и mortgage, получится в районе 3800 оплата в месяц. Сдавать можно в районе 160 за сутки. Дом построен из стака, из бетонных плит. И второй этаж из дерева. Это стандартное строительство в Америке. Дальше. Здесь все, собственно, поменяно. Действительно, тут нечего уже делать. Здесь крыша была сделана в 2021 году. Поменен водонагреватель. Все бытовые приборы в районе максимум двух лет. Здесь в 2021 году установлена система смягчения воды. Новая покраска в 2021 году дома, внутри и снаружи. Кондиционер 2020 года. Тоже, можно сказать, новый. Столешницы кварцевый камень. Даже в бассейне поменена полностью облицовка. И по расположению здесь примерно от даунтауна Орландо в районе часа. По-моему, в районе 40 миль. Но самое главное, что здесь это непосредственно Дисней в районе 20-25 минут отсюда. Поэтому это вся эрия. Здесь разрешено законом сдавать на краткосрочную аренду. Естественно, и на долгосрочную, как вам удобно. Так что вот так, друзья. Такая информация, такой дом. И пишите мои комментарии в описании, кому интересно подробности. По этому, либо по любому другой недвижимости в Центральной Флориде, буду рад помочь. Всем пока-пока.